Здравствуйте, милые женщины! Сегодня мы с вами говорим о детях. И у нас в студии Светлана, Оксана и я, Виктория. И поговорим мы, девочки, о родителях, которые очень заботятся о своих детях. Когда появляется в семье ребёнок, и тем более он долгожданный, маме хочется быть с ним всегда рядом. Правильно ли это, быть всегда рядом с ребёнком и оберегать его от всего? Мне кажется, в любой семье, когда появляется ребёнок, у матери появляется инстинкт, хочется быть всегда рядом, заботиться, чтобы с ним было всё хорошо, чтобы ничего плохого не случилось, оградить его практически от всего. Но тут, как говорится, всему своё время, наверное, и тут важно вовремя дать ему всё-таки улететь, можно вылететь в свободный полёт. Света, когда ты выпускаешь своих детей в свободный полёт, или всё-таки не нужно их выпускать, пусть в гнезде? Обязательно надо давать свободу, но чтобы дать свободу ребёнку, надо научить самостоятельности, чтобы он не потерялся, когда выйдет, например, на дорогу, чтобы он узнал элементарные правила, как перейти ту дорогу. Поэтому надо уметь направлять своего ребёнка, прежде чем выпускать. То есть, например, у нас вот есть в семье собака, животные, собака, кошка и кот. У нас сейчас окатилась кошка, у ней котята. И я сейчас смотрю, что сперва она прям с этими котятами и всё, и мышку им приносила, и перед ними прям всё, от них не отходило. Котятки подросли, и стал тот момент, когда она начинает уже на них фыркать. То есть, и настаёт момент у животных, даже если мы понаблюдаем, что они отпускают своих детей, которых они родили, дальше в жизнь. Точно так же это и у людей должно быть. Но если животные не помнят о своих детях, когда они выпустили, то есть мы рожаем ребёнка, я считаю, что дети — это на всю жизнь. То есть даже если они вылетают с нашего гнезда, они всё равно остаются как бы под нашим присмотром, и мы видим, где они, и что, и как, и мы ведём свой контроль. Но самое главное — не вмешиваться без их надобности. С какого возраста можно им позволить самим предпринимать какие-то шаги и решения? Потому что здесь индивидуальный подход. Например, если взять сына старшего, он мальчик. То есть у меня была задача приучать его к ответственности, чтобы он дальше в дальнейшем мог идти дальше по жизни. Он пришёл однажды со школы и говорит, «Мам, мне так понравилась Катя, она такая, она такая!» И начинает мне расписывать все прелести этой Кати. Я думаю, ну, момент настал какой-то, когда надо разговаривать с ребёнком. Ответственности. Да, ответственности. И дать направление ему помочь в этом плане. Я говорю, ну и как ты общаешься с этой Катей? Он говорит, «Мам, ну как общаюсь? Я в неё бумажками кидаю». То есть такое вот общение. Я говорю, а что бы ты хотел, чтобы твоя Катя испытывала от тебя, что должно исходить? Мы стали с ним разбирать, что бы он хотел, и какие бы сюрпризы, и какие комплименты бы он хотел преподнести этой девочке. Поздно вечером, когда стемнело, мы живём в своём доме. Мы вышли с ним в огород, нарвали цветов. И пошли с этими цветами. Он говорит, «Ваза нужна?» Говорит, «Как вот я?» Мы взяли вазу, цветы и пошли к ней. Было поздно. Калитка у ней закрыта. Он перелез через забор, я стояла рядом. И он на крыльцо поставил ей эту вазу, цветы. Всё, мы пришли домой. Он лёг спать. Он долго не мог уснуть. Он так волновался. Всё, как же завтра, что будет? И всё это. «Мама, она узнает, что это я». Я говорю, «Не переживай, узнает». Настал следующий день. Ребёнок приходит со школы, такой счастливый. И говорит, «Мама, она узнала, что это я». То есть как-то узнала. Я, говорит, так на неё смотрела. Он говорит, «Спасибо, Саша. Откуда ты узнала, что это я?» «Ты так загадочно на меня смотришь». Всё. После этого моя помощь уже не была. А она, естественно, ребёнок уже понял, как ему идти. И уже двигался в нужном направлении. И двигался в своём направлении дальше. А сейчас, девочки, внимание на экран. Послушаем, что говорит на эту тему психолог. Гиперопека – это чрезмерная материнская забота о ребёнке. Но разве это плохо? Посвятить свою жизнь самому близкому мне человеку. Не зря говорят, что ребёнок – это моё материнское сердце, которое передвигается отдельно от меня. Как же можно равнодушно относиться к тому, чем живёт моё сердце? Но гиперопека ограничивает самостоятельность ребёнка, мешает ему вырасти полноценной личностью. Причин гиперопеки несколько. Причина первая – это стремление взрослых сохранить тотальный контроль над ребёнком. Причина вторая вас может удивить. Это скрытая враждебность к ребёнку. Таким образом, родитель пытается компенсировать то, что, как ему кажется, он ребёнку не додал. Причина третья – это инертность восприятия родителями ребёнка. Родители не могут смириться с тем, что человек растёт, меняется, что ему надо предоставить большую свободу. Как же вести себя родителям в таком сложном и таком тревожном мире? Надо постараться отбросить свои страхи. Ведь действительно, если рассуждать здраво, в определённом возрасте ребёнок уже может кататься на велосипеде, и может научиться плавать, и может сам перейти неширокую дорогу, предварительно с родителями выучив правила дорожного движения. Это очень и очень важно. И самое интересное, что, давая ребёнку самостоятельность, родители тем самым могут оптимизировать и гармонизировать свои семейные отношения. А ребёнок получит возможность вырасти полноценной самостоятельной личностью. Вот как, девочки, оказывается, причиной гиперопеки могут быть какие-то страхи матери, какие-то волнения. Оксана, в каком возрасте ты смогла справиться с этими страхами и отпустить их хотя бы до школы, доходить самостоятельно? Ну, со второго класса они уже ходили в школу сами, в нашем случае. Оба? Оба. Один во втором классе был, а второй? Нет, ну, соответственно, у них два с половиной года разница, поэтому до второго класса мы им либо водили, либо возили. Вот, со второго класса они сами ходили в школу. А у вас рядом школа с домом? Двадцать минут ходьбы. Ну, я не могу до сих пор их отпустить. Я ещё вожу. Света, а у тебя как? Ну, например, могу рассказать случай со Стешей, как я её приучала к самостоятельности. Ей было семь лет. Я решила, что уже девочку можно отпускать в магазин одну. Ну, естественно, я к этому событию очень готовилась. Стешь у нас очень самостоятельная девочка изначально. То есть, и поэтому ей очень уже хотелось почувствовать свой шаг самостоятельности на деле. Вот. Но перед этим я сбегала в магазин, поговорила с продавщицами и сказала, когда к вам придёт моя девочка, вы уж то-то, то-то, то-то. Они всё поняли, они вошли в положение. Я говорю, первый раз ребёнок идёт в магазин, всё это дома. Мы с ней прорепетировали, как надо переходить улицу, в какую сторону смотреть, как машины пропускать. Всё с ней, как правила этикета с ней выучили, что прежде чем войти в магазин, сперва выпускают людей, а потом заходят. То есть, все пункты мы с ней прошли. Что надо говорить спасибо, когда берёшь чек. Чек берёшь обязательно. Подготовила, она пошла. Ну, естественно, я сзади по кустам там заешу. Семь лет ребёнка, девочка. Ну, мало ли. Я видела, как она шла смело, уверенно. Больше переживала мама, в общем. Больше переживала я. Но у нас случился казус. Перед тем, как зайти в магазин. А, зашла она, всё. Выходит она из магазина. А тут навстречу мужчина в неадекватном состоянии. Естественно, этот мужчина не знал правила этикета. Что надо сперва выпускать людей из магазина, а потом заходить. Ну, стешу же я обучила правильно, что она теперь выходит из магазина. Она первая должна выйти. Ну, я столкнулась с этим мужчиной в лоб в лоб. Поставила руки в бойки. Говорит, ты что, не видишь? И видите, куда вы идёте, сперва выпускают, а потом заходят. И я, конечно, там вообще вся побагровела. Всё это, ну, вот так у нас прошло. Он её пропустил. Да. Научила она вежливости. Но она была права. Она была права. Я на её стороне. Вот так у нас был первый опыт. Хорошо. То есть получается, даже если дети требуют самостоятельности, нужно удовлетворить их просьбу. Даже если приходится за ними шпионить как-то и смотреть, что же они там делают. А сейчас давайте посмотрим, что служитель церкви говорит по этому поводу. Внимание на экран. В обязанности родителей входит не только вскормить ребёнка, как сказала Хатшапсуд матери Моисея, когда она отдала ребёнка. И сказала, возьми и вскорми этого ребёнка для меня. Но потом она сама занялась ещё и воспитанием. При этом мама Моисея, вскармливая ребёнка, она и воспитывала. Она вкладывала в этого ребёнка то лучшее, что она могла сделать в эти отведённые для неё годы. В задачу родителей как раз входит не только вскармливание, но и воспитание ребёнка. Родители должны понимать, что они вечно рядом с ребёнком не смогут быть. Они не смогут каждый раз на каждый шаг дать ребёнку правильный совет, как поступить в той или иной ситуации. Родители должны понимать о том, что они должны научить ребёнка принципу принятия решений, каким образом принимаются решения. И больше того, родители должны научить ребёнка ответственности за принятое решение. Поэтому очень важно, чтобы родители это понимали и не старались ограждать ребёнка, опекать ребёнка в силу оставшейся жизни до самой своей смерти. Ребёнку надо будет в школу пойти, родители не смогут быть всё время рядом. Ребёнок будет учиться в институте и опять не будут рядом. Ребёнок должен будет жениться или замуж выйти, и родителей тоже не будет рядом. Поэтому очень важно для родителей научить ребёнка, как правильно принимать решения. Тогда они будут уверены, рядом они или не рядом. Их ребёнок знает, как отличить добро от зла, как правильно и от неправильно, как принимать решения и как отвечать за своё решение. Не нужно пользоваться этой слепой родительской любовью. Любовь родительская должна быть иррациональна. Очень интересная информация. Спасибо большое служителю, девочки. И вот сейчас я бы хотела поговорить о том моменте, когда мы начинаем оставлять ребёнка. И вот, например, оставлять ребёнка дома одного. Оксана, когда ты их смогла оставить? Ну, Владику, сколько было лет, когда ты смогла его оставить? Ну, точный момент я не могу сказать. Я могу сказать одно, что прежде чем оставить ребёнка одного, соответственно, проводилась с ним работа, правила безопасности дома. То есть спички, вода, утюг. То есть такие вещи, которые опасны для жизни. Вот, соответственно, всё это объяснялось. И, конечно, ещё контролировалась на расстоянии, где я там находилась. То есть отпустить полностью достаточно сложно. Всё равно как-то хочется проконтролировать и спросить, что же там происходит. Как ты контролируешь? По телефону в основном? Что ты спрашиваешь? Вот ты звонишь, Владик. Владик. Как у вас дела? Чем вы занимаетесь? Ну, и по тону, по тому, что я слышу, как они между собой. Я могу представить ситуацию, обстановку, чем они сейчас занимаются. Очень часто они конфликтуют между собой, и это слышно. Ну, и пытаешься уже помочь как-то решить эту проблему. Понимаешь, что непросто там всё дома, ситуация. Уже где-то и папу подключаем. Ну, по-разному бывает. Как ты дистанционно это всё разрешаешь? Ты звонишь, тебе, Владик, рассказываешь, что всё хорошо. На заднем плане ты слышишь крики Миши о помощи. Что ты делаешь? Владик, в чём проблема? Дай Мише телефон, дай Мише трубку. То есть сначала он мне объясняет, а то с Мишиной точки зрения. Ну, и пытаемся разобраться в ситуации и помочь, конечно же. Света, с твоими. Когда они начали оставаться дома? Ты со спокойной душой оставляешь детей дома одних? Мои дети очень любят оставаться дома одни. Очень. Можно, я его не могу не сказать. Меня старшая очень. Она поздно начала оставаться дома одна. Очень сложно ей было оставаться. Но сейчас она вошла во вкус. И когда я ухожу с младшей из дома, она не может скрыть своей радостью помода того, что, наконец, она одна. И её никто не будет трогать, и она сможет заняться, чем она хочет. И, в принципе, я знаю, что она может быть там просто почитает книжку, посмотрит мультфильм, или даже она любит там какой-то сюрприз сделать, накрыть на стол, но чтобы она была одна. Для неё очень ценно это время. Ну, вот уже стараюсь я предоставлять это. А твои, Свет, как? Ну, я, например, знаю, чем они могут заниматься. То есть они или делают уроки, или обязательно какие-то готовят сюрпризы. У нас такая связь с детьми, что они видят мою любовь, я вижу ихнюю любовь. И каждый из нас хочет подчеркнуть это и дать лишний кусочек любви. И когда я ухожу куда-то на долгое время, я знаю, что если они остались, то посуда будет помыта. И я прихожу и восхищаюсь. Для них это радость. Что значит девочки? Не знаю, Оксан, здесь как бы не от пола зависит. Я просто помню себя в детстве. Мне тоже очень нравилось, когда я была одна дома, и мне хотелось именно навести чистоту. Я не знаю, вот это было внутренне. То есть посуду вымыть, подмести, и навести порядок. И родители приезжают, и у меня такое хорошее настроение, и дома чисто. И я просто помню свои чувства, вот Света рассказывает. У девочек это вот есть. Это показатель ихней любви к родителям. То есть они стремятся сделать что-то для тебя. То есть не просто в словах выразить, а в каких-то поступках своих. То есть использовать то время, то доверие, которое ты им дал, что они остаются, чтобы показать и выразить это. Даже вот недавно был День матери. Мне так было приятно. Никто не говорил об этом дне, естественно. Сын пришел с розами. Я вообще тут пришла. Софья с Лилией. Стеша спустилась сверху. Она там целый день что-то делала, делала, пришла. Она сама сделала букеты из бумаги гофрированной. Вместе с конфетами, там, Рафаэлки. Мне, ой, как это было приятно. Очень приятно, когда ты видишь любовь детей к себе, потому что то, что ты в них вкладываешь, ты это назад получаешь, ты видишь свои труды. Да, Света, очень интересно. Дорогие женщины, наша передача подходит к концу. Спасибо вам, что вы были с нами. До свидания, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...